всем привет меня зовут елена и добро пожаловать на мой канал сегодня я так странно выгляжу потому что у нас февраль потому что у нас пара карнавалов вчера 16 февраля начался карнавал и сегодня я бы хотела поболтать именно на эту тему рассказать вам откуда пошел к карнавалу как он появился чтобы означает слово карнавал какому другому событию в италии предшествует карнавал как он был отменен как он снова появился и так далее тому подобное в общем история карнавала если вы с ней еще не знакомы если вам интересно данное видео то оставайтесь со мной ну что я думаю что наверное мне стоит снять маску да наверно так как-то лучше будет так вот сегодня у нас 17 февраля и с 16 февраля как я уже сказала начался карнавал давайте разберем вообще это словно слово карнавал по-итальянски карны вали происходит это слово от латинского словосочетания карнем ливары в итальянском языке карны это мясо ливары освобождаться отказываться исключать то есть исключение от мяса эти две недели карнавала все как раз едят мясо чтобы потом отказаться потому что сразу после карнавала начинается сорокадневный пост у католиков и длится до самой пасхи то есть даты карнавала каждый год меняются также какие даты пасхи как вы знаете и всегда даты выбираются по католическому календарю если посмотреть на календарь 2019 года то могу вам рассказать немного итак начинается карнавал как я уже сказала 16 февраля это уже на третий раз повторяю 28 февраля жирный четверг 5 марта жирный поста то есть карнавал это такой праздник сродни нашей масленицы только если масленичная неделя длится по моему только одну неделю то карнавал как видите длится прямо с февраля еще до самого марта очень много дней что такое жирный вторник вот как раз со среды у них обычно начинается куарезима куарезима это сорокадневный пост на итальянском языке жирный вторник это день когда особенно много едят сладостей киакеры и буджи киакеры это болтовня а буджи это ложь но если так вот прям переводить переводить вот это просто название сладостей карнавальных сладостей если хотите рецепт вот именно какие нужны ингредиенты они такой сложно я вам оставлю внизу в инфобоксе потому что как бы меня никто не просил но я не буджи не киакеры жарить не собираюсь у себя дома во фритюре терпеть не могу подобные вещи но на вкус не могу сказать что они ужасные они вкусные конечно но жирные я считаю вообще не покупать и уж тем более дома фритюр не жарить никогда такие они тяжелые продаются у нас везде на рынках и супермаркетах уже с начала февраля все ими завалено атрибутикой карнавалов конечно же являются маски какие-то костюмы конфетти хлопушки и всякие ленточки праздник карнавала отмечают не только венеции венецианский карнавал да сам известный и естественно привлекает огромное количество туристов и это самое такое горячее время для венеции но вообще по всей италии дети и утренники устраивают их родители тоже наряжают как-то по-особенному в разные маски и так далее мероприятие кто хочет любых также городах италии проводят посвященные на карнавалу люди наряжаются фотосессии проводят то же самое маски как бы везде и повсеместно но если обратиться именно к истории то первые упоминания о венецианском карнавале датируется 1094 годом представляете себе а на государственном уровне праздник стал являться официальным только в 1296 году и спустя 800 лет истории венецианского карнавала в 1797 году наполеон отменяет карнавал в то время он в очередной раз захватил италию это у них дело было привычное и наполеон считал что карневалы подрывают его авторитет именно на государственном уровне в официальном опять же порядке карнавал вернулся в италию только в 1979 году но это только на государственном уровне только официально а вообще карнавал вернулся в италию намного раньше да и даже как бы наполеон не старался карнавал никогда не уходила с традиции так особенно но после венеции также практически да также широко карнавал проходит и в другом городе в нашем регионе пимот в городе еврея что на севере региона 57 или 55 километров от урина северный город еврея и там проводят карнавал уже с 1808 года но у них карнавал особенный они проводят баталии деле оранче что значит битва апельсинами привозят много 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 тонн апельсина люди традиционно делятся на 9 групп на 9 команд это обычно упряжки с лошадьми лошади не переживайте хорошо защищены как бы лошади обычно не страдают но люди бьются действительно серьезно потом все кровоподтеках в ссадинах в синяках я там была я это видела это очень необычно это очень мощно если найду вам ссылку постараюсь найти на на года три назад было в этом году постараюсь тоже съездить ссылку отставлю внизу в инфобоксе как это происходило если вы приезжаете просто посмотреть на битву апельсинами то вы должны купить себе красные шапочки то ли по 5 то ли по 10 евро они стоят и это будет означать что вы не участвуете в битвах не бьетесь ни за одну из команд а вы просто зритель ну и как бы вас кидать апельсинами не должны но вы будьте осторожны прилетит скорее всего в любом случае мне прилетела это откуда появилась эта странная традиция история рассказывает о девушке дочери мясника которую звали виолетта в те времена евреи владел один маркиз он был тираном и он вел за собой право первой брачной ночи и девушка виолетта когда выходила замуж за своего возлюбленного тоже должна было отправиться в первую брачную ночь к этому маркизу но она поступила хитро она его напоила и когда он уснул она отрубила ему голову его же мечом горожане местные ее поддержали в общем такая история девушка виолетта освободила город от тирании маркиза и этот праздник можно сказать означает свободу и таким образом каждый год проводят битвы апельсинов в евреи в память об этой героини героини города девушки виолетти на 2019 год даты карнавала евреи битвы апельсинами выпадает на 3 марта это будет воскресенье но также битвы будут проходить еще четвертого и пятого но в основном они конечно же проходят выходной день то есть воскресенье больше всего посетителей кроме того что там бьются апельсинами там перекрыт весь центр машины по-моему туда не пускают припарковаться в отдаленности и также проходит вот именно шествие людей наряженных в костюмы той эпохи упряжки с лошадьми очень красиво наряженные лошади действительно праздник такой знаете классный ссылки также с венецианского карнавала я попала однажды да наверное года два назад я оставлю внизу в инфобоксе но также ждите в этом году я под русское закрытие посередине карнавала не не сначала на посередине тоже еду в венецию и тоже вам поснимают там как все будет проходить просто обожаю венецианский праздник и для меня это прямо каждый год такое событие не каждый год я живу венецию но тем не менее все равно даже вот на местном уровне здесь участвовала карнавалах надо мне вот этот выключатель все-таки как-то задекорировать если уж я видео собралась здесь снимать спальни надо задекорировать все-таки смотрю вмешается ну да ладно не о том по моему я вам все рассказала надеюсь видео получилось не скучным не очень длинным вы узнаете для себя что-то новое если вы знаете какую-то другую историю появления карнавала и что-то интересное на эту тему то пишите мне внизу в комментариях я с удовольствием почитаю мои зрители также почитают с удовольствием если вас будут какие-то дополнения а я с вами прощаюсь всем спасибо за внимание и всем пока